21 января для всех коммунистов день памяти и скорби. Неизменно из года в год члены партии и ее сторонники несут к монументу красного вождя цветы. Владимир Ленин скончался 21 января 1924 года. Времена забвения Владимира Ленина уже прошли. Сейчас отношение к нему, скажем так, даже у государства достаточно лояльное. Несмотря на то, что стараются его как можно меньше упоминать, но тем не менее порочить его стали гораздо меньше, чем по сравнению с 90-ми годами. Потому что Владимир Ленин является основателем Советского Союза. А Советский Союз это вершина российской цивилизации во многом. И это вершина развития. Потому что по всем экономическим показателям Советский Союз был гораздо выше современной России. Члены партии вспоминают, что раньше этот день для советских людей был особенным. Это сейчас памятный митинг, весьма скромное и многочисленное мероприятие. Этот день, ну как день памяти и скорби, он отмечался всеми советскими людьми. И всегда вот как история, как природа, испытывает на прочность, наверное, коммунистическую идею и партию. Всегда мороз сильный и всегда очень много поклонников этой идеи. Владимир Ленин всегда для нас будет пример во всем. А мы будем укреплять партию единством и всегда будем следовать его заветам. Особой болью отдается в сердцах сторонников партии информация о разрушении памятников Ленину, как в России, так и за рубежом. И в то же время они уже не один год добиваются реставрации центрального монумента в Иванове и благоустройства территории вокруг него. В этом году местные власти пообещали сделать проектно-смертную документацию. Но коммунисты намерены добиться выделения денег на непосредственное проведение необходимых работ.